27 марта в нашей стране будут отмечать день войск Национальной гвардии, ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделения МВД. Сейчас на службе в Росгвардии состоят порядка 340 тысяч сотрудников. О том, чем занимается ведомство и какие мероприятия к профессиональному празднику пройдут в Ноябрьске, мы поговорим с заместителем начальника отдела вневедомственной охраны по Ноябрьску Сергеем Вичирко. Сергей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, поскольку очень многие люди не знают, не понимают, какие структуры вообще входят в состав Росгвардии? Ну, давайте начнем с того, что есть маленькая историческая справка, что вообще такая структура, как Росгвардия, Национальная гвардия, корни ведут еще с начала 19 века. Изначально это во Франции появилось, потом распространилось по Европе и в Россию уже пришло. В 1816 году был создан отдельный корпус внутренней стражи. Генерал Комаровский возглавил его как основатель этого. Ну и за период времени много было как бы реорганизаций, перепостроений, изменений. И уже в современном виде данная структура Росгвардии у нас появилась уже 5 апреля 2016 году по указу 157 указу президента Российской Федерации. Возглавил ее генерал армии с золотом. И сейчас какие структуры входят? Ну, на базе внутренних войск, как вы сказали, создались. Туда вошли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная система, ВГУП охрана, ну и Центр специального назначения сил оперативной МВД. Туда же летные подразделения вошли. А какая основная задача стоит перед Росгвардии? В чем заключается работа основная? Ну, основная, это как везде, охрана общественного порядка. Это самая основная. Дальше идут уже отсюда вытекающие по подразделениям. Значит, борьба с терроризмом, экстремизмом, охрана имущества граждан, ну и осуществление государственного назора в сфере частной охраны деятельности, оборота оружия, ну и так далее. Ну, у каждого своя задача. А с 2016 года вневедомственная охрана входит в Росгвардию, как вы сказали. И поменялась ли как-то ваша работа, ваши функции? Нет, работа не поменялась. В принципе, как вневедомственная охрана занималась с охраной имущества, как физических, так и юридических, личных на основании договоров. То есть, немножко расширились функции. И все. Работа не поменялась абсолютно. А как вы взаимодействуете с другими ведомствами, которые тоже входят в Росгвардию? Мы абсолютно в тесном контакте. Мы работаем, но мы взаимодействуем в обмен информацией. В любом случае, это в первую очередь. То есть, имеешь информацию, владеешь всем. Какие сотрудники вообще приходят во вневедомственную охрану, в ряды Росгвардии? Что это за люди, каких профессий, какого возраста? Вот чаще всего можно ли такой портрет составить? Ну, давайте начнем с того, что это те же граждане Российской Федерации. Ну, обычно отбор жестче стал. Во-первых, это по морально-психологическому состоянию, потом по здоровью, по физической подготовке. Ну, и относительно, опять же, по проверкам, по спецучетам, по всем. Не должно быть уголовных преследований или возбуждения уголовных дел, или человек был фигурантом какого-то уголовного дела. Это однозначно отпадает, он уже не попадет в структуру Росгвардии. Ну, и относительно тоже административные смотрится, опять же, количество. Если у человека, как говорится, уже на посте, это много административных, то есть тоже, там уже индивальный подход идет. Ну, опять же, могу сказать, Росгвардия делится на военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания. Везде отбор разный. Если на военную службу набираются через военкоматы, то есть по контракту военнослужащих, то здесь мы комплектуем самостоятельно, своими кадровыми подразделениями. Ну, вообще, много желающих? Ну, кандидаты есть. Просто из-за долгого отбора и вот этого, немножко у нас эта процедура затянута. Это не так, как на гражданских предприятиях, что можно за неделю, за полторы устроиться. Здесь такой номер не проходит. А возраст, профессия важны? Ну, образование, да, в первую очередь, должно быть ниже среднего общего. Да. Дальше уже мы рассматриваем по мере необходимости, в основном юридическое и техническое. Образование это в нашей системе идет. То есть по мере необходимости вакантных должностей мы уже определяем, куда нам надо человека назначить, куда принять. Ну, или какая вакантная должность свободна, мы принимаем. Средний, специально, ну, не ниже среднего, 10 классов, 11 классов обязательно. Ну, а бывает, что люди приходят к вам уже в таком зрелом возрасте? Ну, в зрелом возрасте это... Ну, лет 40, например. Ну, 40 лет это могут прийти только восстановиться уже, которые были уволены ранее из УРНУПа. Опять же, там тоже рассматривается каждый кандидат индивидуально. Ну, кто-то может где-то в сфере семейных обстоятельств уезжал, выезжал, увольнялся. Кто-то ранее служил в органах внутренних дел, то есть это восстановление идет. То есть до 45 мы их можем... А те, кто впервые поступают на службу, те до 35 лет. До 35, все-таки с этим строго, да? Пока да. И здоровье должно быть отменное? Ну, это само собой. Это военно-врачебную комиссию проходят все. Пока это проходит на базе военно-врачебной комиссии Тюмени, Салихард или Екатеринбурга. Там по желанию поступающего или кандидата, он может выбрать, куда он поедет. Сколько сейчас человек в ваших рядах? Порядка 100 человек, это свалено им из 100. Это именно в Ноябрьске? Это в Ноябрьске. А всего по Ямалу? Ну, я вам церковь не скажу, но около 1000 где-то есть. И сколько сейчас объектов находится под вашей охраной? Ну, в городе Ноябрьске порядка 400 объектов. И это не только, да, квартиры, но это еще и какие-то организации? Организации, тревожные кнопки экстремного вызова полиции, это квартиры, это места хранения имущества граждан, туда же и гаражи могут выходить. И также различные формы собственности, магазины, абсолютно все. Но ваша работа заключается не только, да, в охране объектов? Нет, конечно. Охрана объектов у нас происходит только по сигналу вызова, по сигналу тревоги. Вот, экстренное реагирование, групп задержания. А на момент, когда вызова нет, в экипаже у нас патрулируют, то есть общественные места города, занимаются охраной общественного порядка. Выявляют также административные нарушения у граждан, пресекают. Можем мы назвать какую-то цифру, сколько правонарушений удалось пресечь благодаря вашим сотрудникам? Ну, с начала года, да, я могу сказать цифру, это порядка 80 правонарушений было выявлено, из них 70% это на объектах, охраняемые нами, и 5 граждан задержанных за различные преступления. Ну, а в целом ситуация по Ноябрьску спокойная, криминальная вот ситуация? Ну, в принципе, Ноябрьск у нас, ну, спокойный город, можно сказать, по отношению, по статистикам с другими городами, да. Ну, а часто бывает действительно, когда приходится задерживать преступников, может быть, применять оружие? Ну, давайте возьмем, что последние 5 лет, статистику последних 5 лет, может, один раз было, ну, опять же, не применение, а использование оружия, при массовой драке. Ну, в принципе, после выстрела вверх нарушители успокоились, и все. Ну, в общем, не так часто приходится, к счастью, применять. Хорошо, а были ли какие-то вот необычные случаи, нестандартные, когда вы приезжаете по сигналу на место, например, на какой-то объект или в квартиру, какие-то необычные, забавные, возможно, случаи, которые запоминаются? Ну, забавные, я не знаю, но, опять же, возьмем мои истории, моей службы, также служил водителем, начинал, на охране, ну, было, и задерживали на объектах, и люди прятались от нас, и зарывались на чердаках, в стекловат, и в снег зарывались, что... Находили. Находили. Это был когда-то магазин ГПУ, сейчас его нет уже в поселке Газовиково, вот, приехали на сработку, сработал объект, дождались хозоргана, оцепили, все, зашли в магазин, ну, нет никого, люк приоткрыт, ну, чердачные помещения, раньше же деревянные все были, залезли, посмотрели, тоже нет никого. Обратно возвращаемся, деревянные жлаги стояли, раз, наступаешь, опа, что-то, ой, под ногой, откапываешь, есть. Так же и в снегу было точно так же, в районе, ну, они убегали, правда, одного задержали, а второго тоже долго искали, снег закопался. Искусно, да, успел еще? Успел, даже, хотя навстречу два сотрудника бежали друг к другу, одного взяли, а вот второй просто ищел с тропинки. Закопался, но тоже наступили. А вообще в Ноябрьске как много людей вот сдают свое имущество действительно под охрану? Увеличивается это число или уменьшается? Ну, на данный момент тенденция, можно сказать, с аналогичными периодами прошлых годов, там, лет 10-90 периода, то немножко, да, она снижается, потому что город все равно в криминальной ситуации у нас немножко спокойный. Ну, это не говорит о том, что мы не работаем, это значит, это, во-первых, вся спокойная ситуация в городе зависит не только от неведомственной охраны, это также другие подразделения МВД, это участковые, это ППС, это ГАИ, ДПС, служба, то есть, это заслуга всей силовой структуры, которая находится в городе Ноябске. Ну, а можете вот вы привести какой-то пример конкретный, когда вы взаимодействуете с определенными другими ведомствами? Ну, в каких случаях это происходит? В основном мы взаимодействуем по культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся на территории муниципального образования. Это вот день города, да, то есть мы участвуем тесно с сотрудниками городского отдела. Хорошо. А в вашей работе какие качества важны? Вот именно личностные какие-то качества? Ну, может, как для именно сотрудников неведомственной охраны, ну, по прибытию на объект, это, наверное, наблюдательность в первую очередь. Любая мелочь, любое, все, оно как бы имеет большое значение. Ну, оттуда идут уже последствия. При осмотре объекта все же можно заметить еще, как не дойдя до объекта, те же следы, тот же отъезжающий автомобиль, удаляющийся граждан. Ну, наблюдательность, в первую очередь, наблюдательность. А приходилось вот так по горячим следам задерживать людей, которые, возможно, успевали скрыться до вашего приезда? Ну, и по горячим приходилось, и впоследствии приходилось тоже. Наставляют отпечатки, все равно, когда срабатывает сигнализация, нарушитель, тот же вор, он все равно какая-то паника существует, он делает ошибки. И этим тоже занимаетесь вы? Нет, это уже занимается отдел внутренних дел. То есть вот как раз в этом и проявляется ваше взаимодействие? Мы передаем всю информацию, они выезжают от опергруппы, ну, дальше уже совместно работаем. Даже если мы на объекте задержали, мы все равно ждем прибытия опергруппы в любом случае. Какие средства технические есть сейчас на вооружении у ваших сотрудников? Может быть, какие-то новые формы охраны появились? Так, ну, у сотрудников средства, у них индивидуальная защита, это обязательно, это группа задержания. А техническая форма охраны, ну, мы уже ушли, допустим, охрана объектов под телефонной линией, то есть потому что это уже как бы вчерашний день, мы уже более перешли на GSM. Передача идет у нас по каналу сотовой связи, тесно работаем с МТС, с Мегафон. Ну, а есть какие-то тревожные кнопки? А, вы имеете в виду передачу информации? Ну, это граждане, опять же, тревожная кнопка, это кнопка экстренного вызова. Мы приезжаем на объекты, это магазины в основном, банки, ну, есть учреждения здравоохранения также стоят. Ну, а людям в квартиры не нужно? Есть, бывает, да? Есть, ставят люди, да, есть, на квартирах тоже есть. Это в случае, если вдруг кто-то проникнет, да? Ну, почему проникнет? Ну, кто-то стучится, ломится ночью, бабушка одна живет, где, ну, обычно дети, как бы, своим родителям устанавливают. Часто такое бывает? Ну, не часто, но это есть. Ну, это в основном, наверное, частные какие-то дома или в квартирах тоже, да? Почему? В квартирах тоже есть. Насколько я знаю, ваши сотрудники недавно приняли участие в соревнованиях среди групп задержания, это были окружные соревнования. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, в городе Салихарди с 19, значит, 19-20 проводился второй этап окружных соревнований среди групп задержания. Наши сотрудники также принимали там участие, показали неплохие результаты. Ну, призового места не добились, но, по крайней мере, неплохие результаты показали. Что туда входило, как теоретическая часть, знание нормативно-правовых актов, также практическое, что, опять же, в практическое входит медицинская подготовка, боевые приемы, физическая подготовка, огневая. Ну, водители показывали знание правил дорожного движения, вождения. Ну, и также задержание, предполагаем, нарушителей на объекте. Ну, вот такие соревнования действительно помогают в развитии специалистам? Ну... Они как-то к ним готовятся специально или... Ну, во-первых, это повседневная работа наша. Готовятся специально, ну, может, как бы более углубленно. Специально к этому никто не готовится, потому что это... Они должны знать. Если взять гражданскую сферу, если он хирург, он лечит. Он должен лечить. Если сотрудник полиции, неведомственной охраны, если он обязан приезжать на экстракт, значит, он обязан это все знать. Может, где-то усиленно готовиться к чему-то, но специально к этому не готовится. Ну, а вообще у вас как часто тренировки проходят? Вот именно регулярные? Ну, регулярные тренировки или проверки у нас почти ежедневно проходят. То есть мы уже своими силами. А дни занятий у нас определены один день в неделю. Это обязательно для всех? Опытный, неопытный сотрудник для всех? Обязательно для всех. Там идет знание теоретической части, проверяются. Также самая физическая подготовка. Это в любом случае. А в чем заключается физическая подготовка? Проводятся занятия, отработка нормативно приемом борьбы. И все как приглашаем со стороны тренеров, помогают, подсказывают. Потом ежегодно, это относительно ежегодно, даже не ежегодно, два раза в год мы сдаем зачеты. Это обязательные условия. Обязательно для всех? Обязательно для всех. Независимо от того, десятилетия. Даже если в отпуске был, приезжаешь с отпуска, сдаешь, допускают тебе донесения службы. В общем, всегда должны быть в хорошей форме. Всегда должны быть готовы отразить любое нападение или задержать нарушительный объект. Сергей Петрович, 27 марта ваш профессиональный праздник. Вы какие-то мероприятия планируете к этой дате? У нас будет день открытых дверей. Мы проведем с учениками седьмой школы. Мы им покажем вооружение, которое у нас стоит, спецтехника. Дадим поддержать, потрогать. Это будет в абсолютно свободном доступе, под контролем наших сотрудников. Также будут награждения, поздравительная часть в любом случае. Ну, опять же, праздник праздником, работа есть работа, служба у нас. У нас такая служба. Ну и в преддверии 27 марта, в преддверии дня образования Федеральной службы ОСН, национальной гвардии, пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег, как своего подразделения, так и подразделения округа Российской Федерации с наступающим праздником. Здоровья, благополучия в семье. Ну, по-моему, самое главное. Главное – это тыл. Если дома все спокойно, значит, на работе будет порядок. А вот по поводу как раз спокойствия дома, как ваши родные к вашей работе относятся? Ведь наверняка это все-таки дежурство, в том числе и ночные. Все-таки опасная работа. Ну, любая жена, мать, супруга, мать, да и дети, наверное, переживают. Но они уже спокойно относятся, они уже привыкли, да? Ну, то, что на дежурство хотят с уходом, ну, наверное, привыкли. Но все равно в душе-то что-то есть, наверное, каждый. Тем более сводки везде по средствам массовой информации читаешь. И есть и неутешительные, и есть и, наоборот, хорошие. Всякое в жизни бывает. Это служба. Но вы сознательно выбрали этот путь? Ну, наверное, скорее всего, что да. Ну, уже 23 года, если в этой системе, то... Именно в системе вне ведомственной охраны? Вне ведомственной охраны. 23 года. Вы сразу же после университета как-то пришли? Нет. Я пришел с армии, отработал. Два с половиной года на гражданке. А чем вас зацепила эта работа? Ну, не знаю. Но не жалеете? Нет. Ну, а чем вам нравится ваша работа? Вот за что вы ее любите? За порядок, за стабильность, в первую очередь. Что еще? Ну, я не знаю, как сказать, чем она зацепила. Но вы чувствуете какую-то вот особую свою миссию, что все-таки вы поддерживаете порядок? Ну, давайте исходить из того, что я не миссионер, чтобы какую-то миссию проводить. Работаем, трудимся. Сергей Петрович, я тоже поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Самое главное, спокойствие вам на работе. И большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. И вам, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...